Едем по улице Красный Путь в Омске. Всем привет из Омска, друзья! Сегодня у нас прогулка по Дендропарку в Омске. Мы здесь впервые. Единственной, кто здесь был, это была Николь. Вместе со своим классом они ездили сюда на экскурсию. Она была в таком восторге, поэтому мы решили сюда съездить и показать, конечно же, все это вам. Николь, ну расскажи нам, как тебе понравилось? Да, но я не уверена, что это тот Дендропарк. Примерно сейчас возле другого входа. Там будет, ну, мне кажется, это основной вход, но мы туда были, мне кажется, здесь основной. Но вообще, да, вот я здесь вижу то, что мы видели. Ну, я вижу здесь уже очень много тропинок и дорожек. В общем, сейчас посмотрим и покажем все нашим зрителям. Это район в Омске, остановка Водников. И вот смотрите, как смотрится. Есть бесплатная стоянка рядом. Она не очень большая, но, в принципе, места достаточно. Здесь вся информация. Дендросад расположен в центре миллионного города Омска и выполняет роль зеленого оазиса. Он представляет собой уникальный природный объект, способствующий оздоровлению окружающей среды города. Памятник природы имеет огромное историческое и научное значение как объект для исследований, интродукции и акклиматизации растений. Красота и неповторимость дендросада позволяют отнести его к наиболее ценным экологическим экскурсионным объектам города Омска и Омской области. Кстати, что касается входа, билет стоит 200 рублей с трехлетнего, то есть до трех лет бесплатно, а с трехлетнего 200 рублей с человека. Прогулка рассчитана на два часа. Если вы с экскурсией, то тогда билет будет стоить 150 рублей, но 40 минут. То есть, получается, есть ограничения по времени. С 1965 по 1993 годы неоценимый вклад в развитие дендросада внес выдающийся агроном-селектор ученик Вавилова Герберт Иванович Гензе. И сад, кстати, носит его название – дендросад. Дендросад известен далеко за пределами России, поскольку входит в состав Ассоциации ботанических садов мира. Сад был заложен в 1948 году по проекту Ануфриева как питомник и одновременно как экспериментальная база, где привозные растения адаптировались к непростым сибирским условиям. На территории сада в единственном экземпляре произрастает уникальное творение Гензы – «Золотая ель» – результат его селекционных опытов. Вот где гербарий-то какой, смотрите, красивый. Какие интересные березки, тонкие, вытянутые прям. Девочки специально собирали желуди на даче для белочек. Мы в прошлом году их кормили в парке «30 лет в ЛКСМ». Вот здесь тоже есть белки. Надеемся, что сейчас белка окажется нетрусливой и подойдет за орешками. За желудями, вернее. Пока не получилось покормить белочку. Лес как в сказке. Хотя, можно сказать, самый центр города. Какой мешок девочки приготовили для белки. Еще одна белка. Ну вот, Николь дождалась. Николь так любит кормить белочек. Я боюсь просто подходить здесь. Вот она, вот она. Скажи, зачем мне приходят такие детства, это интересно. Мы в прошлом году в парке «30 лет в ЛКСМ» начали кормить одну белку. Потом их столько набежало. Так было весело. Правда, помните, как мы кормили? Поэтому девочки вот набрали полный пакет желудеечек. Она в парке «ЛКСМ» залезла. Да, она тебе прям на голову залезла в прошлом году, белочка. В настоящее время видовой состав представлен 150 видами деревьев и кустарников. Коллекция древесных пород включает в себя бархат амурский, пробковое дерево, орех манджурский, ясень пенсильванский, каштан обыкновенный, магония подуболистая, скупия кожевенная, париковое дерево, черемуха маака, разные виды березы, клёна, дуба, туи, можжевельника и других видов растений. Также флора данной территории представлена растениями, занесенными в Красную книгу Омской области. Ольха серая, ольха черная, липа средне, сердцевидная, пион уклоняющийся, ирис сибирский, касатик сибирский, лен многолетний, лютик простертый. Матюша восторгается канадским кленом. Давай посмотрим канадский клен. Смотрите, какие огромнейшие. красивые, да, получаются? А вот ещё вон большой. И один, а самый один. Один и самый тростный листик. Поздравляем это! Вот такая волшебная или сказочная полянка. Давайте пройдём ещё по этой аллейке. Их тут много. Действительно очень приятно гулять. Вдалеке вон опять белка. Смотрите, какое корялое дерево. Вот это форма у дерева. Ель колючая. Форма золотистая. И рядом с ней белка. Это карликовая голубая ель. Бумажная желтая. Правда, интересная вот такая. Жёлтого цвета берёзка. Обычная, да, берёзка? Красивые деревья. Красивые деревья такие, да? Здесь целый деревянный городок. Посмотрите, избушка на курьих ножках. Костик Баби-яги. Обойди, Баба. Что, Баба-яга вас там схватила? А вы полезли? Через Кинемор. А там что? А если не лезть, то мы сможем пролезть через белую пещеру. А что будет дальше? Обычная, поехать на парабазе и пробежать по джунгам. А после джунгам, покачать на священной качели, мы, Баба-яга, не сможем нас поймать. Вот так. Сказка на ходу называется. Бежим. Мы пробежали по белой пещере. Дальше идём. Ехать. Девочки преодолевают препятствия. Баба-яга. А это волшебные джунгли. Сказочные, вернее. Она не сможет. Николь проходит сказочные джунгли. Если она не преодолеет препятствия, то тогда Баба-яга съест Стефанию. А Стефания уже сидит, ждёт свою сестрёнку. Ах, волшебные качели. Ах, волшебные качели ещё остались. О, преодолели? Мы так долго преодолевали препятствия, чтобы свалить от побеги. Ну, кажется, мы его преодолели. Друзья, ну как вам сказочный лес в центре города Омска? Правда же, красивый? Нет! Чего себе? Мы приехали в центр Немного прогуляемся Зайдем куда-нибудь поесть Тоже очень красивые Старинные здания С этой стороны Я вам еще не показывала город Смотрите, какое красивующее здание Знаете, что здесь находится? Городская поликлиника Номер один Травматологическое отделение Нам советовали зайти в Гришу Сейчас посмотрим Как здесь вкусно, невкусно Вот такой интерьерчик Детская комната есть? Нет? Нет, пожалуйста Идем дальше Детской комнаты нет И как бы в основном сидят одни взрослые А нам нужно накормить этих малышек Девочки куда пошли? Сюда Такой дворик Тоже какие-то кафешки У нас в таком доме сейчас Итальянский ресторан Мы увидели еще одно заведение И решили попробовать зайти сюда Амен с уткой О, израильская кухня На первом этаже у нас Магазины И вот наверх ресторанчик Позадим посмотрим сюда Это гарон Такое меню Детской комнаты я не вижу Зал небольшой Детской комнаты нет Но и как бы Катюша сказала Все-таки Здесь, конечно, все вкусно Есть шикшука, наше блюдо Комнат И прочая вкуснятина Но девчонки такое не едят Здравствуйте Мы сначала хотим А детская комната есть, скажите В общем, девочкам нужна детская комната Ну, естественно В кролике мы уже были Идем с жирафа маме Надеемся, что меню здесь тоже будет Комната, конечно, здесь классная Девчонкам интересно Тут весело Игровая комната 100 рублей с ребенком И без ограничений Комната, конечно, здесь хорошая Я уже делала обзор Этой комнаты Когда мы гуляли по центру Сейчас посмотрим Что здесь по меню Для самых маленьких Вот такой выбор чаев Обожаю чаи в Омске Ребят, ну вот единственное По меню Хотели заказать фалафель Фалафеля нет Смузи Банановый 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 Где лучше детская комната Где же кролик Здесь ей понравилось больше, да? Ну вот Главные эксперты У нас дети Где же кролик Тоже интересная комната Но вот им понравилось Почему-то здесь больше Скоро принесут наш чай Посмотрите, какие чашечки Интересные И девочкам принесли Малиновый смузи Вот такой облепиховый чай Это салат гнездышко Принесли деткам горячее В разных тарелочках Это грибной суп Принесли такой вот тортик Ну а это горячее уже Еще одно горячее Там принесли счет У нас счет вышел вот на какую сумму Мы еще не накатались Сегодня едем в Леруа Все, ребята Прибыли в Леруа Марлен К вечеру выходного дня Посмотрите, какое красивое небо Не удержалось, чтобы не показать вам Мы, кажется, сегодня по максимуму Выполнили культурную программу И в парке побывали И в городе, в центре погуляли И в кафе посидели Теперь остался еще вот магазин Строительных материалов Я так давно не была в этом магазине Даже уже не помню Сколько лет назад Масштабы, посмотрите, этого магазина Ну и как вы понимаете Здесь все Товары для дома Для строительства Сад, огород В общем, много-много всего Ну что, ребята Давайте посмотрим Там душевые кабины Мелочевку вам показывать, наверное, не буду Пченки увидели Бомбочки для ванны Вот такая цена 150 рублей И вот, видите Разные вкусы Давайте вам покажу кабинки Вот 24 тысячи Такая кабиночка Девочки в мочалке Пошли смотреть На закомплект 27 тысяч 23 рубля Не глубокая Глубокая 32 тысячи 604 рубля Ой, какая аккуратненькая Детская Ну все, залипли на ваннах Давайте уже идем дальше Ну что, давайте сюда посмотрим Так Товар на складе 24 714 Вот я не знаю Это все 28 685 Это, наверное, вот весь такой комплект Ох, сколько тут разных раковин, ребятки Смотрите Смотрите, какая маленькая Прям аккуратненькая Да Смотрите, где самая маленькая Да Ну да К примеру Вот Тумба Зеркало Раковина Цена за комплект 16 870 Да Вот Зеркальный А где зеркальный? Вот Вот он Зеркальный Мы купили бомбочку Для ванны Твой любимый отдел? Да Что это? Срыв А что это такое? Это Для щеток Для щеток? Ага Ну-ка, покажи поближе Вот тут 17 рублей стоит Это удовольствие Очень А здесь А здесь что у нас Ламинат Ламинат Или плитка Или кафель Ламинат Ламинат 531 рубль Квадратный метр Ну да Вот этот Интересный Такой коврик Приятный А там Для любителей космоса Ну да А у тебя был такой светильник? Да А, и он неудобный Да Он падает постоянно Потом Мы опять поехали сюда И тоже долго выбирали И в итоге И в итоге Приобрели Вот такой А, да Сейчас же у тебя Такой светильник Тебе он нравится? Да Да, очень удобный Смотри, какая лампа Красная Ну да Для каких-либо сценок Тут Лампочку Которые штучки Кстати, у нас в Израиле В Икеа Похожие модели Тоже Похожие здесь В Леруа А мне вот такие Нравятся Светильники Тоже Ну а здесь уже обои Боже мой Какой выбор огромный Обои? Ну пойдемте в обои Столь хочет в комнату Такие обои А Стефания хочет вот такие обои Называется Венский лес Девочки Ох, смотрите как Не нравится? Абсолютно не нравится Да? Красные Звезды Звездочки Николь хочет какие-то наклейки Что такое? А, ну да Пуфики Девочки А вам так нравится Этот магазин Да, получается? Вот этот отдел Да Вот эти наклейки Здесь Вот эти наши Смешки Я это вижу А куда эти наклейки Идут? На стены Вой, космос Прям классно А я тут Что это? Что эти Страмы космоса нет Остальные Вот кошки Тоже светятся на стенах? Нет На стенах светятся Ну, пока что я не несла Что на стенах Стены Баба, смотри Баба А это что? А это, наверное, поняла Дезодоранты Это освежители воздуха Вот по такой цене Вкусные? Запахи Да Я уже понюхала Вот эти вот два запаха Очень вкусные Эти два божественного Понятно? Так что учтите этот момент Божественные запахи Да Они действительно Такие интересные Вот еще подарочные карты Продаются Девочки, пойдемте в цветы Смотрите, какой отдел Красивый цветов Вы любите отдел цветы? Да Ну все, идем Семена Ух, какое разнообразие Не будем пока ничего Николь покупать Никаких кактусов Вот еще такое чудо Фикус 1222 Цена на все кактусы 300 рублей А нет Вот 333 Такие необычные И кактус Ну пойдемте Да Ух ты Ничего себе Вот это красота Вот такие необычные Как так они получаются Их красят что ли? Чуть побольше 500 рублей Как огонетик Тебе нравится? Еще с зелеными Почему все любят кактусы? Я вот даже не знаю Я тоже, кстати, очень люблю кактусы Смотрите, какая необычная Девочки, выходим Ну что, ребята День подходит к концу И нам уже пора с вами прощаться Ну что, девчонки Попрощаемся со зрителями Пока-пока Подписывайтесь И ставьте лайки Споем песенку Подписывайтесь 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 на канал И ставьте лайки Мы вас любим Лайкос Тоже как в Израиле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok